здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске международный уголовный суд сам попал под суд когда попробовал судить россию будем надеяться что этот новый опыт многому их научит никогда еще свидетелем не приходилось быть ну что спорим что это правда или не совсем рубрика виноват путин ассамблея стран участников римского статута международного уголовного суда заявила что россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их в розыск там подчеркнули что глубоко озабочена такими мерами председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия мусс по расследованию санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений говорится в заявлении опубликованном на сайте суда досудебная палата мусс юрисдикцию которого россия не признает 17 марта выдала ордер на арест главы государства владимира путина несколько дней спустя следственный комитет россии возбудил уголовное дело против судей международного уголовного суда томоку аккан и розарио сальваторе айталы сергио херардо угольды гадинеса и прокурора карима ахмад хана первым трем в менили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства а прокурору привлечение заведомо невиновного уголовной ответственности соединенная с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления арестованы у тебя пистолетик то есть когда задержаны для того что потом не приходилось как они выражаются сожалеть в связи с неприемлемыми попытками подорвать полномочия мусс не следует корчить из себя экстерриториального гегемона и произвольно распространять свои полномочия на весь мир откуда у вас господа из международного уголовного суда полномочия что-то делать в отношении россии если россия вышла из римского статута а если это якобы ни на что не влияет то какой смысл его ратифицировать эту мысль вообще следует разобрать очень вдумчиво а именно вот они говорят что международный уголовный суд вправе расследовать все военные преступления в мире независимо от того насколько обвиняемые или потерпевшие являются странными членами мусс и подписантами римского статута позицию уловили идем дальше то есть был какой-то момент времени когда еще буквально всего две-три страны а то и вовсе ни одной не ратифицировали римский статут а суд уже имел право расследовать все что ему захочется и везде где ему вздумается а кто же это ему тогда такие полномочия сказочные дал более того мы вот постоянно слышим со стороны запада что надо мог уважать суверенитет всех стран устав он и так далее ну и как же соотносится с идеей суверенитета подобная организация которая вдруг ни с того ни с сего имеет право судить всех то никогда таких полномочий не давал этот суд что просто творит все что пожелает так что вранье всей этой западной затеи лежит на поверхности у международного уголовного суда не было никаких полномочий судить россию почему есть почин мог этим заниматься потому что россия и все прочие страны добровольно признали его юрисдикцию почему различные третейские суды имели право выносить свои решения в отношении россии и и компаний потому что такое право было им предоставлено а вот международный уголовный суд с момента выхода россии из римского статута попытался осуществлять незаконный произвол за что и был в полной мере наказан так как полагается это делать по закону так что не надо теперь корчить из себя невинных овечек там достаточно квалифицированные юристы собрались чтобы понимать что они творят беззаконие неизвестно только с чего они вообще взяли что им это будет позволено и сойдет с рук безнаказанно им же ведь говорили что россия не просто так из римского статута вышла вас предупреждали ваша предупреждали друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите